Старшиня Гумельского облаканкама Янац Соловей сегодня наведал Ельский район. У программе рабочей поездки, керавника региона, проведение промой телефонной линии, прием громадян и наведывание одного из города утворяющих предприемств. Об улучшенных проблемах и принятых решениях материал наших корреспондентов. Для некого улучшенные проблемы могут сдаваться дробными, но для тех, кто вернулся до старшиня облаканкама, на сегодня я не мог чема самые актуальные. Среди узнятых питаний – выделение земли фермерской господарцы, якая мая намер займаться живелого доулей в больших значных масштабах. Эта тема будет разгляджена в ближайшие дни. А про это будет проанализована действующая в районе система транспортных взносинов. Размова в первую очередь об додатковых рейсах в отдаленные везки. Сейчас у некоторых из них автобус приезжает только двойче на тыдень. Еще одно актуальное питание – будовництво бассейна. С такой просьбой, дарышая до керавництва в области, сейчас звертаются жахары многих населенных пунктов. Не пазрыдно у Ельску проект спортивного комплекса с бассейном был подрыхтованный, але побудовали только одну легкоатлетичную залу. Цяперда гэтэй темы звернуться знов. Я прекрасно понимаю, что с 2010 года данный проект находится в стадии нереализации. Потом будем рассматривать вопрос. Будем смотреть по следующему году. Я однозначно сказать вам не могу сейчас, что мы прекрасно понимаем, что при формировании бюджета будем все учитывать и будем изыскивать источники, потому что я прекрасно понимаю, что это не маленькие деньги сегодня стоят. Да, нет, мы все это понимаем. Мы прекрасно понимаем, что к этому надо идти, и это один из источников здоровья нашего народа. Будовництво и рамон дорог – питание, которое хвалюю многих жахаров. Валентина Греченко проживает в райцентре, в доме по улице Богушевиша. И она по добру парадкованности далека не самая лепшая. Недавно тут усталявали знак обмежования худкости – 40 км за годину. Але навыд и с такой худкостью тут, звычайно, никто не рухается. По-перше, можно взломать машину. По-друге, у сухой надворья за пылу практически ничего не бачно. И навыд бялизну высушить на улице Нельга. Старшиня Аблвыконкамы Геннадь Соловей обещает, стану дорог у Лады будет надавать больше значную увагу. Начнем по одной уличке делать. Но я вруч, что мы рассматриваем вопрос бюджета развития. Вам давать на бюджет развития, чтобы вы могли сами, без нас, решать свои проблемы. Не напрягают ямки и грязь, по которой невозможно пройти. Нас интересует пыль. Вот нам сегодня побежал губернатор Геннадий Михайлович, что этот вопрос спустя 27 лет будет разрешен. Мы очень просим всех помочь населению. Здесь живет очень много детей, в основном дошкольного возраста, больше 40 человек, и именно крайние дома страдают от этого. Все лето, когда сухая погода. Мы ждем дождя, как Бога. Наведывание Ельского консервного завода – так само в плане рабочей поездки старшиней Аблвыконкамы. Тогда еще районный харчовый комбинат пожал работу в 1950-м годе. Тут вырабляли перники, лимонад и сиропы. Потом выпускали салаты, маринованную городнину и соки. В 2004-м на предприемстве началась масштабная модернизация, что позволила поширить ассортимент. Разом с тем, зарплата работников по куль не вельми высокая. В середнем – 530 рублев. Старшиня Аблвыконкамы-Перакананы. Для того, как заработать работу комбината больше эффективной, а зарплаты больше высокими, треба распрасовать новую стратегию развития. Этот документ, який повинен заявиться уже до 1 листопада, будет предуглеживать целый широк на керунков. От початку выпуска соков у запотребованных на рынку шкляных бутыльках, до выкористания машин для полива городнины, что дозволит отрымливать ураджа и навыд у засушливые годы. Плюс выпуск новой продукции, якая будет користаться попытом у покупников. У нас несколько видов в планах. Мы прорабатываем сейчас переработку замороженного горошка для горошка зрелого консервирования. Также мы прорабатываем вопросы по производству томатной пасты, стерилизованной. Одновременно работаем в направлении переработки фасоли. Фасоли в томатной заливке, фасоли с овощами. Ну и мы уже расширили ассортимент и ввели в производство объединенную группу, то есть свекольник, рассольник, щи, борщи, которые пользуются спросом у нас. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Валерия Гопанько, телерадиокомпания «Гомель» из Ельска.